Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Аллау, программа РТН Подробности. И в ближайшие полчаса с вами в студии буду я, Валерия Зиновьева. Новости, связанные с образованием, с внедрением очередных изменений или проведением реформ, в нашем обществе всегда встречаются с повышенным вниманием и очень бурно обсуждаются. Родителей, близких и дальних родственников, бабушек и дедушек очень волнуют, как и чему будут учить и воспитывать их детей. И довольно часто из их фокуса выпадает вопрос о том, кто это будет делать. А личность педагога порой играет в успехе процесса обучения большую роль, чем учебные программы. О работе педагогов, о том, насколько они сегодня защищены законодательством, об их статусе мы и поговорим сегодня в нашей студии. Василий Александрович Цымбалюк, председатель общественного объединения Локальный профессиональный союз работников Организации образования и науки Костанайской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Василий Александрович, я рада видеть вас в нашей студии. Начать хочу с вами разговор вот с чего. В конце 2019 года в Казахстане был принят закон о статусе педагога. И вот фактически в самом конце 2019 года подписал президент, а с 2020 года он начал работать. И вот за это время, когда работает этот закон, как он работает, насколько он важен, нужен был, что изменилось в сфере образования за это время вы как представитель профсоюзной организации, что можете сказать? Ну, надо сказать, что основой и вообще целью, наверное, принятия такого закона о статусе педагога явилось то, что в обществе этот самый статус педагога как-то начал теряться с годами. Ну, ни для кого не секрет, что в Советском Союзе учитель имел особый статус в обществе, к нему прислушивались, его мнение считали важным, значимым, главным. Родители считали его божеством. Например, в моей практике, в моей жизни родители мне говорили, вот как сказал учитель, так и правильно. Сегодня ситуация подменялась коренным образом. Наше общество меняется, мир меняется вокруг. Поэтому педагогу, наверное, нужен был вот такой закон, который бы защищал его статус, или, будем говорить, определял его статус. Сегодня этот закон действует, успешно действует, я считаю. Очень много выработано Министерством просвещения, бывшим Министерством образования и науки, подзаконных актов уже. Поэтому значимость громадная этого закона на самом деле. Ну и я думаю, что в нем очень много резервов заложено, которые еще сегодня не реализуются. Я думаю, что все впереди. А к вам, как к профсоюзу, часто ли апеллируют работники образования, вот ссылаясь на этот закон, говорят, вот нас там просят сделать то-то или так-то, или не сделать то-то и так-то. А вот в законе написано так. Вот вы работаете с этим законом непосредственно? В обязательном порядке, конечно же. Практически каждый день к нам поступают те или иные обращения. И практически каждый день мы основываемся на тех или иных нормах закона о статусе педагога. В первую очередь, конечно, это учебная нагрузка педагога, его рабочее время. Во вторую очередь, конечно же, это отношение и ответственность лиц, которые окружают педагогов, да и самих педагогов порой, потому что в рамках этого закона, вы знаете, что созданы советы по этике, областного уровня совет по этике. То есть, в принципе, закон очень работающий и нужный. Я так понимаю, что в работе вашего локального профсоюза вы, конечно, обращаетесь к закону о статусе педагога, но это не единственный закон, с которым вы работаете, не единственный правовой акт. Вообще, давайте начнем, так сказать, сначала. Что такое локальный профсоюз, что он из себя представляет на сегодняшний день и для чего он вообще нужен? Локальный профсоюз работников образования и науки Кустанайской области – это общественное объединение, которое объединяет в себе людей по их интересам, профессиональным интересам в первую очередь. На сегодняшний день это 561 первичная профсоюзная организация в области. Это более 25 тысяч членов профсоюза. И могу сказать, что локальный профсоюз на сегодняшний день остается одним из самых крупных профсоюзных профсоюзов в области нашей Кустанайской. Ну и не только в области, но и на уровне республики. Мы тоже достаточно крупная организация профсоюзная, которая объединяет в себе такое количество людей. Могу сказать, что мы работаем в рамках закона в первую очередь о профсоюзах в республике Казахстан. Мы работаем в соответствии с уставом федерации, оставаясь ее составной частью Федерации профсоюзов в республике Казахстан. Ну вот, исходя из названия, у вас локальный профессиональный союз работников организации образования и науки. То есть у вас не только педагоги школьные или там из садиков, но вузы, колледжи к вам тоже относятся? Да, абсолютно точно. Колледжи относятся. У нас заложено, предусмотрено уставом, что могут к нам входить и вузы. Ну на каком-то этапе, там лет пять назад, скажем, они приняли решение, что они будут входить напрямую в республиканское объединение профсоюзов. Поэтому здесь не могу сказать, что у нас есть высшие учебные заведения, но колледжи, да, практически большинство колледжей, скажем так, они в локальном профсоюзе. Я помню те времена, когда профсоюзы эти были огромные такие вот, так сказать, профессиональные объединения, которые там многотысячные армии, вот трудящихся и так далее, и какие-то проводились большие мероприятия и так далее. Сегодня, я так понимаю, что жизнь меняется, несколько стало все и сложнее, и проще, профсоюзы дробятся, мельчают, не во всех предприятиях есть профсоюзы, время открытости пришло и так далее. И современный профсоюз, он как бы не может не меняться, я так считаю. И по-прежнему основой деятельности, ну как бы профсоюза, понятно, что профсоюзные взносы платят все его члены. На сегодня эта норма есть, такая же она, обязательно ли, чтобы быть членом профсоюза платить взносы, и как вы этими деньгами распоряжаетесь, и как за них отчитываетесь? Вы сказали ключевую вещь. На самом деле, каждый, кто состоит в профсоюзе и уплачивает взнос, а мы все уплачиваем со своей заработной платой 1%, те, кто являются членами профсоюза, хотели бы знать, на что тратятся эти деньги, как они тратятся, на какие цели используются. В связи с этим, конечно же, главную задачу, которую поставил перед нами председатель Федерации профсоюзов, Довлий Таллинс, это Валдей Талагисович, это прозрачность деятельности профсоюзной организации. Вот это наиглавнейший приоритет в нашей работе. Для того, чтобы обеспечить эту самую прозрачность в нашей работе, мы на сегодняшний день работаем через социальные сети. Причем количество подписчиков у нас уже подходит к 10 тысячам. Мы взаимодействуем со средствами массовой информации, мы постоянно публикуемся. У нас работает сайт профсоюзной организации. Ну и, конечно же, мы ввели такую фишку, скажем, такой вот механизм, что ли, прозрачности. Это практика публичных отчетов. Причем не только моего, как председателя всей организации, но и филиалы, которые в нашей структуре существуют, они в каждом регионе есть, наши филиалы. Они тоже публикуют отчеты о своей деятельности. Так вот, могу сказать, что такой отчет как минимум три раза в год выходит, по полугодиям и по году, где мы говорим о том, какие средства мы потратили, на какие цели мы их израсходовали. Что мы ставим у себя в приоритете деятельности? Ведь распоряжаются средствами не председатели, а коллегиальные органы, которые управляют профсоюзной организацией. Мы только исполняем их решение. Поэтому вот такая форма открытости, что ли, деятельности, она очень востребована на сегодняшний день. Конечно, вот здесь, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к педагогам, которые, или к работникам сферы образования, которые еще не состоят в профсоюзной организации, либо, может быть, состоят в других организациях альтернативных, чтобы право выбора, которое дает закон о профсоюзах, и на которое никто не может влиять, ни директор, ни начальник отдела образования, ни руководитель управления образования, чтобы это право выбора педагогам делалось правильно, осознанно. То есть ни для кого не секрет, профсоюзные организации содержатся за счет, то есть заработную плату мы получаем из средств, взносов. То есть надо всегда, прежде чем выбираешь профсоюз, надо думать, а кому ты доверяешь свои деньги, а на что они будут тратиться. Поэтому я бы порекомендовал обратить внимание своим коллегам на дела профсоюзов и выбирать профсоюз по делам. То есть, чтобы не прогадать в этом смысле. Ну, раз вы уже упомянули о том, что есть выбор для работников, какой профсоюз выбрать, не могу вас не спросить о том, что у вас происходит, так скажем, внутри вашего профессионального сообщества. Я не знаю, встречались ли наши телезрители, но, допустим, я довольно часто встречала и в периодической печати, то есть в газетах, и особенно, конечно, в социальных сетях. Публикации от вашего профсоюза. У нас в Кустанайской области есть еще один профсоюз, который представляет интересы работников сферы образования. У вас там прям целая конкурентная борьба развернулась. Расскажите, пожалуйста, что происходит, за что. Вроде бы все заодно, но как-то все по-разному. Что это такое? Ну, надо сказать о том, что на сегодняшний день закон о профсоюзах позволяет создавать профсоюзы с 10 работникам. Вот 10 человек объединилось, вот вам профсоюз. Другое дело, какие возможности у этого профсоюза? Конечно, надо признать, что конкурентная борьба между профсоюзами, она сегодня очень на пике находится, будем говорить. И здесь не всегда честно ведется, будем говорить, эта борьба, к сожалению. Знаете, нарушаются отдельные положения уставов федерации, когда заходят в наши первичные профсоюзные организации, сторонние организации, переманивают, перетягивают, какие-то говорят нехорошие вещи о нашей работе. Но это все было бы ничего, мы к этому привыкли и нормально с этим справляемся, наша работа видна, мы ничего не скрываем. Другое дело, что у них в помощь очень часто им помогают руководители органов образования, руководители организации образования, которые давят на работников и заставляют переходить из профсоюза в профсоюз. Мы, к сожалению, с этим сталкиваемся. Могу сказать, что на сегодняшний день вот у нас такая ситуация в Узункольском районе, в Кустанайском районе развернулась. Мы скрупулезно собираем все факты нарушения законодательства и, конечно, будем принимать все меры по защите прав наших членов. На селе педагога это единственная работа, к сожалению, если он не подчинится директору, а такие факты у нас встречаются, дискриминация по принадлежности к профсоюзу фактическая, то человек просто может потерять работу. То есть разговор тут идет не о конкурентной борьбе, не о конкуренции, а именно о давлении, о нарушении закона? Абсолютно, абсолютно так. И такие факты у нас имеются в распоряжении. Я же говорю, мы их собираем скрупулезно. Мы понимаем, что не директора организации образования за этим стоят, они тоже выполняют чьи-то указания, мы все вещи эти понимаем, поэтому будем принимать все меры для того, чтобы это исключить. Но, конечно, мы в суд еще ни на одного руководителя не подавали директоров школ, потому что считаем, что они здесь мало виноваты. Но по факту их просто подставляют, таким образом они выполняют чьи-то поручения. Как человеку, учителю простому, разобраться? Вот он вступил в профсоюз, платит там, сколько лет работает, 10, 15, 20, платит взносы, всегда считал себя членом профсоюза. И тут что-то непонятное происходит, что-то он подписывает, какие-то бумаги. В его жизни ничего не меняется. Но вот как понять, что что-то произошло не то? Надо понимать этому самому учителю, работнику организации, у нас ведь не только педагоги, у нас и обслуживающий, технический персонал организации образования входит в наш состав. Надо понимать, а что я как работник, уплачивая годами взносы, а что я получаю от профсоюза? А что он получает? Вот у нас заключено целое огромное соглашение о социальном партнерстве с нашим социальным партнером управления образования, которое в себе несет льготы и нормы, которые улучшают условия трудового кодекса, будем говорить. К примеру, приведу простой пример. Например, трудовым кодексом не предусмотрен ряд отпусков, которые у нас предусмотрены соглашением. Это отпуска как с сохранением заработной платы, ну в случаях каких-то жизненных ситуациях, там смерти близких, тяжелой болезни, еще чего-то. Так и это отпуска без содержания, которые есть уже трудовым кодексом предусмотрены, но в нашем соглашении они более большие. Условно говоря, например, могу сказать, что время рабочее у нас расписано. Закон о статусе педагога не классифицирует педагогов. Сегодня педагоги все, начиная от простого учителя, заканчивая директором школы. Но как, условно говоря, вот среднее образование, закон о статусе предусматривает 16 часов. Если директор школы будет работать 16 часов, то школу можно закрыть. А кто будет работать с родителями, в какое время, кто и так далее. Поэтому вот это соглашение нормирует и рабочее время. Если учитель работает 16, то администратор сколько? Вот сейчас очень много вопросов по учителям НВП, НВТП. То есть это начальная военная подготовка, техническая подготовка. По ним тоже очень много вопросов возникло. По социальным педагогам, по психологам. Эти все вопросы урегулированы как раз-то вот в этом самом соглашении о социальном партнерстве. Оно успешно работает уже третий год, зарегистрировано в Министерстве труда и социальной защиты населения республики. И дает свои результаты. Могу сказать, что мы ежегодно на бесплатной основе формируем сборники. В частности, мы сейчас работаем над сборником, он уже готов. Проходит процедура регистрации в книжной палате. У нас все сборники так зарегистрированы. Где мы приводим положение соглашения, улучшающие положение работника и лучше, чем требования трудового кодекса. Причем не только, вот такое сравнение мы делаем в этом сборнике, мы обязательно еще и указываем финансовую выгоду. У нас обязательно подсчитывается выгода работника. Ну, к примеру, если работнику неправильно начисляли заработную плату, то, если мне память не изменяет, трудовой кодекс заставляет это делать за последний год финансовый, да, выплату. То есть разница этой неправильно начисленной заработной платы, если это установлено было, то нашим соглашением предусматривается, что за весь период нарушения, ну, не более чем за три года. То есть, понимаете, да, человек может получить в три раза больше денег. Ну и так далее. То есть такие какие-то чувствительные моменты, они все этим соглашением оговариваются, прописываются и регулируются. Поэтому вот здесь работнику, я бы вот, спасибо вам за этот вопрос, я бы рекомендовал обратить внимание на то, задуматься, он отчисляет ежемесячно один процент, а что он имеет от профсоюзной организации. Ну, какие-то, как сейчас можно говорить, кейсы вот такие прям яркие, когда вы защитили права работников, восстановили в должности, есть у вас? Конечно. Я могу сказать, что наша профсоюзная организация является постоянным членом согласительной комиссии на уровне области. Также мы принимаем участие в судах. Ну, мы профсоюзная организация, мы должны быть на стороне работника. Когда случается конфликт между руководителем организации и работником, конечно, мы должны быть на стороне работника. Потому что очень часто работников ущемляют в их правах. И могу сказать, что вот только за последний год, за 2022 год, мы смогли, благодаря вот таким участию в согласительных комиссиях, в судах, мы смогли 11 миллионов финансовой выгоды отстоять за работниками. За текущий год только, вот в текущем году он только начался, казалось бы, апрель месяц, уже 1,7 миллиона тенге мы тоже смогли отстоять. Люди это получили. То есть есть очень много сферы образования, огромная сфера. И регулируется рядом законов и законодательных подзаконных актов. И, конечно, сложно не ошибиться. Руководителям тяжело порой не ошибиться. Поэтому вот как раз профсоюзная организация здесь и стоит вот на таком вот краю, что ли, баланса, чтобы правильно применялось законодательство в отношении работника. Вот это важно. Если, ну, педагогу и работнику сферы образования кажется, что в его отношении поступают несправедливо, он приходит к вам, вы какого характера помощь ему оказываете? У вас есть юристы, я не знаю, там, которые специализируются на законе? Все верно. Мы больше, чем двух лет назад открыли юридическую клинику. Тогда была рекомендация Федерации профсоюзов. Они уже работают в ряде профсоюзов в нашей республике, в том числе и у нас. Работает юридическая клиника. Что это такое юридическая клиника? Это не просто юристы, не просто консультант, который находится. Это структурное подразделение, которое ведет педагога от самого момента его обращения до решения его вопроса. И могу сказать, что вот за эти два года более пяти тысяч обращений мы рассмотрели по разным каналам связи. Это и социальные сети к нам люди обращаются, это и звонки телефонные, это и письменные обращения, жалобы и масса других. То есть вот здесь мы юридически, мы, конечно, работаем благодаря тому, что имеем юридическую клинику. У нас профессионалы работают в юридической клинике. И я уже озвучил цифры, которые мы благодаря деятельности юридической клиники смогли отстоять нашим педагогам часть заработной платы. Могу привести случай, когда педагог, заместитель директора одного из колледжей нашей области обратился в управление образования в связи с тем, что его не аттестовали, незаконно аттестовали. Решение не последовало. Педагог обратился к нам, обратился в дальнейшем в судебные органы. Мы все это время сопровождали его. Решение суда положительное в пользу педагога. Педагог получил, будем говорить, более миллиона тенге денег. Это приличная сумма для наших педагогов, учитывая уровень заработных плат, хотя они ежегодно растут, конечно. Но и когда их ущемляют в этом еще и не дают то, чего положено, это неправильно. Поэтому вот здесь, вот это прям самый яркий пример. Пример юридической клиники в действии, когда один из социальных педагогов обратился к нам из одного из регионов. По нашему соглашению все социальные педагоги в школах должны работать 16 часов. Вдруг директор устанавливает, нет, ты будешь работать 36. На основании чего? На основании какого акта? И вот пока согласительная комиссия областного уровня не указала этому директору школы, что педагог должен работать, социальный педагог должен работать, как все другие педагоги, 16 часов по закону о статусе педагога. А это же ведь тоже зарплата. Педагог ведь в это свободное время может еще подрабатывать. Может еще получать какие-то деньги дополнительные. То есть вот здесь мы какие-то чувствительные моменты регулируем благодаря наличию такой юридической клиники. А восстановление директора первой школы лицея это ваша работа? Мы участвовали в этом, скажем. Ее это право было закреплено законом о профсоюзах. Ее в свое время избрали педагоги, избрали члены профсоюза. Она имела полное право восстановиться. Что она и сделала? Есть статья 25, если мне память не изменяет, закон о профсоюзах Республики Казахстан, которая закрепляет право человека восстановиться в должности или сохранить за собой должность, пока он находится на выборной должности. Вот кроме того, что вы защищаете трудовые права, отстаиваете интересы работников сферы образования в суде, какая-то еще помощь оказывается? Пресловутые путевки в лагеря и в санатории по-прежнему можно получить? Надо обратить внимание на то, что сегодняшний профсоюз это не та организация, которая была 5 лет назад. Понимаете, профсоюзы были ориентированы на организацию каких-то крупномасштабных, больших мероприятий затратных, с выездом, с посещением каких-то бас-отдыха, с костюмами, с судьями, это все оплачивалось. Сегодня профсоюз другой, профсоюз перестроился. И, конечно же, приоритет уже не в этом. Хотя и эти мероприятия мы проводим. Вы правильно сказали, конечно, путевки, санаторный отдых, оздоровление наших членов профсоюза, это одна из главных задач работы профсоюзной организации. Конечно, на сегодняшний день могу сказать, что, например, только за 2022 год нам удалось оздоровить, то есть выделить путевки с профсоюзной скидкой 5% наших членов профсоюза. Казалось бы, это немного. Так поразмышлять 5% от 25 тысяч, это, грубо говоря, 1250 человек, скажем, тысячу с небольшим. Но если это посмотреть в динамике, то могу сказать, что за 2,5 года это количество увеличилось на 13%. То есть мы смогли, вернее, в 13 раз увеличить количественный показатель людей, кто смог воспользоваться вот такой путевкой оздоровления. Мы над этим работаем, мы это количество каждый год намерены увеличивать, потому что наши педагоги, у них работа очень сложная в плане психологической обстановки, они вынуждены постоянно коммуницировать с огромным числом людей, родителями, учителями, детьми, со своими коллегами, с администрацией, с проверяющими. И поэтому вот этот отпуск, которым государство выделило 56 дней, законом о статусе закрепило эту позицию, да, конечно, он должен сопутствовать их оздоровлению, не просто отдыху от школы, а еще и чтобы они оздоровлялись. Поэтому вот в этом году, мы только год начался, я вот специально себе записал эти цифры, только в текущем году мы уже 150 человек смогли выделить путевки с профсоюзной скидкой, люди поехали в санаторий здравницы нашей республики отдыхать. С прошлого года мы практикуем туристические поездки, такие туры, что ли, будем говорить, экскурсионный туризм, мы так его называем, тоже с профсоюзной скидкой. Если в прошлом году мы в город Туркестан направили несколько групп наших педагогов, будем говорить, это более 100 человек, авиационным видом транспорта, долетели, погуляли, посмотрели, святые места посетили, ознакомились вообще с городом, посетили, пообщались там со своими коллегами, коллегами, педагогами и так далее. То в этом году мы уже, вот только что вернулась группа из города Алматы, 32 человека, причем не только для наших сотрудников, членов локального профсоюза, сотрудников сферы образования, но и для их детей. Для их детей дорога бесплатна. То есть только оплата самого тура, питания, проживания, а дорога бесплатна для детей. Ну не секрет, что авиационный вид транспорта – это главная составляющая в цене тура. Поэтому это очень выгодно. Уже готовится следующая группа к вылету, поэтому мы эту работу будем продолжать, и это тоже интересно для наших педагогов. Буквально вот на днях, наверное, на выходных, на одном из кустанайских сайтов новостных, я увидела информацию о том, что у вас, кроме всего прочего, есть еще и благотворительный фонд. И что вот из этого благотворительного фонда были выделены средства тем, кто буквально неделю назад пострадали в Карасовском районе, дома, подворья были потоплены, сельской местности, поводок. И вы, я так понимаю, что не всем, а, видимо, работникам сферы образования, были выделены определенные средства из благотворительного фонда, который относится к вашему профсоюзу. Можно немножко поподробнее, как у профсоюза появился фонд и чем он занимается? Ну, надо сказать, что, опять же, появление этого фонда, этим выгодно отличается локальный профсоюз от всех других профсоюзов. Он появился не случайно, этот фонд. Дело в том, что законом о профсоюзах это предусмотрено, и Федерация профсоюзов нам настоятельно рекомендовала его создать и открыть, и чтобы он работал успешно, чем мы и занялись. Фонд работает более двух лет, название у него «Мейерым». Правление фонда, люди, которые решают, распределяют деньги, кому оказать помощь, это совершенно другие люди, которых избрал наш коллегиальный орган управления, наша коллегия, будем говорить. Это независимые лица, которые занимаются распределением, оказанием вот этой самой помощи. Но могу сказать, что вот за два года его работы, я вот себе даже тоже эту цифру записал, мы смогли оказать помощь 100, более чем 100 наших членов профсоюза на сумму более 20 миллионов тенге. Случаи, когда мы оказываем такую помощь, можем ее оказать, это не из взносов профсоюзных, чтобы вы понимали. Это добровольные отчисления первичных профсоюзных организаций, которые подписывают декларацию об участии в этом фонде. Так вот, случаи, когда мы оказываем помощь, абсолютно разные. Сегодняшние наши профсоюзы и структура распределения профсоюзных взносов такова, что не может первичная профсоюзная организация или областной аппарат, или районный аппарат профсоюза оказывать большую помощь нашим членам профсоюза. Мы могли оказывать, ну это там в размере 5-10 тысяч, 20 тысяч тенге, но это разве большие деньги на сегодняшний день, да? Фонд располагает другими возможностями. И вот в случае оказания помощи, могу сказать, например, тяжелое заболевание. Очень много случаев у нас, когда обращаются с онкологическими заболеваниями к нам. Какие-то операции предстоят людям, выездные, когда оплачивается вроде бы операция в городе Астане или в Алматы. Дорога не оплачивается, например. Дорога тоже сейчас недешевая. Потом, значит, когда пожары случаются у наших коллег, мы тоже предусматриваем деньги. Вот вы правильно сказали, в Весене и разлив реки в Карасу случился. Обращается 19 сотрудникам, независимо от того, директор школы это, или сторож, или дворник в школе. Всем им, вот на сегодняшний день мы уже оказали 19 человекам, у кого вода зашла в их жилые помещения, мы оказали помощь в размере 100 тысяч каждому. У кого 8 человек, значит, обратились к нам, у кого вода зашла в хозяйственные постройки, мы оказали по 50 тысяч тенге каждому. То есть, в принципе, большие деньги перечислены людям, помощь существенная для сельского населения, когда сельское подворье, то здесь эти деньги большое значение имеют, я думаю, и они абсолютно не лишние людям, пострадавшим от весеннего разлива реки. И эта практика, конечно, будет продолжена. Фонд нужен, эта работа продолжается, она должна быть открытой, прозрачной. Мы все время в своих публичных докладах эту информацию освещаем. Мы все время публикуем информацию в средствах массовой информации, кому оказана помощь, на какие цели. Именно с целью того, чтобы исключить всякие инсинуации по этому поводу, что как-то могут использоваться деньги по другому назначению. Еще раз подчеркиваю, независимые люди, отдельно ведется бухучет этого фонда, счета фонда. Мы буквально в этом году, фонд пережил ревизионную ревизию, будем говорить, проверка была, усмотрели, все ли деньги правильно расходуются люди, проверяющие, все ли деньги по целевому назначению расходуются. Ведь есть положение в фонде, не просто так захотел управление. Есть положение, которое было также утверждено на заседании коллегиального органа нашего профсоюза. Поэтому вот эта работа проводится, под контролем проводится, я думаю, что все у нас будет получаться. Буквально пару минут у нас осталось. Если нас смотрят работники сферы образования, которые имеют какие-то вопросы к вам, может быть, права их ущемлены, может, вопросы по заработной плате, любые вопросы, которые могут к вам адресовать, как это сделать, куда приходить, куда звонить, куда писать, и как это вообще отшлить все? Мы есть в социальных сетях, в первую очередь, надо понимать, забиваете локальный профсоюз образования Кустанайской области, мы сразу же, наша страничка вам будет ясна, можно писать в директ, можно обратиться непосредственно к нам, мы находимся в Байтурсынова, 67, в здании Дома профсоюза, в кабинет 328. Пожалуйста, в любое рабочее время мы вас ждем, наших членов профсоюза. Кто не член профсоюза желает к нам обратиться за консультацией, мы приглашаем стать членом профсоюза. Это делается очень просто и быстро. Пожалуйста, становитесь членами локального профсоюза, получайте помощь всяческую, которая возможна. У нас на сайте действует интерактив, пожалуйста, можно написать на сайт. Ну и есть на сайте номера телефонов, я их сейчас озвучивать не буду, которые можно воспользоваться, набрать номер, и мы всегда на связи, готовы ответить, всегда помочь нашим педагогам, не только педагогам, всем работникам сферы образования области. Ну что ж, я телезрителям напомню, что в нашей студии был Василий Александрович Цымбалюк, председатель общественного объединения, локальный профессиональный союз работников Организации образования и науки Кустановской области. Спасибо, что пришли к нам в студию, что отвечали на вопросы. Удачи вам и вашему профсоюзу. А вас, дорогие друзья, я жду экранов ровно через неделю. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин